В прямом эфире, отлично, надо было перед этим. Всем привет! Кто-то там не будет с нами. Так что нам нужно с тобой пройтись обезжиркой. Всем привет! Здравствуйте! А мы будем красить ногти новыми цветничками. И я решила это поделать сегодня с вами. И немножечко вас потравлю новой пластиной, которая у нас будет. Совместная пластина меня и Галины Каковихиной. Привет! Так, какие у нас зеленые? Вот этот, вот этот, да. У нас будут странные ногти сегодня. Да? Нет. Нет? Нет. Не странные. Инна говорит, что ногти будут не странные. Сохраните эфир. Сохраню, если инстаграм сохранит. Вы так спрашиваете, как будто я вот человек, который прям берет и эфир постоянно удаляет. Света Азарова, привет. Светулечка, привет! А что вы новинки не заказали? Я почти это, ругаюсь. Видишь? Что это вы новинки не заказали? У нас, как всегда, еще не музыкальное сопровождение. Это ты от Оли опылилась? От кого? Стоп! А, про верхние формы? Да. Меня Оля тут укусила, и я подумала, что, а почему бы и нет? Позвоню и скажу, почему это вообще нужно. Окей. Вообще нужны, конечно. Ставь суши. Мы будем сейчас сушить по одному. Давай только на 30 посолим его. Потому что нам нужно, там, причем нам нужно засушить полностью без промежуточной полимеризации. Есть белая покровать, обязательно топом, втирка втирается, топом покровать не обязательно, если вы рисуете сверху, паста белая есть. На все вопросы ответила. Хотя вам сейчас, наверное, Анюта ответит, разгребет директ и ответит. Доставай. Мои лучшие вызвания стиха. Ушит лея, ну и пусть. Вы будете сейчас слушать, да, мой мерзкий голосочек. Гель-паста у нас. Она без лампы сушить. Да, только в лампе ее сушить. Сколько в лампе сушить? Смотри, какая у вас лампа. Девчонки, мы вот, я сегодня получила, например, в директ такое сообщение, что человек прям откровенно пишет, что наши лампы пользуются давно, купил лампу Neonel, в моей старой у нее все просыхает, в Neonel не просыхает. Поэтому, еще раз, ваши фразы про новые лампы для меня пустой звук. Можно на меня, конечно, обидеться и сказать, ну как же так, а я вот... Скажите, ваши дирелаки похожи по консистенции на дирелаки Гратон? Вообще без понятия. Те, которые есть Гратон, у меня вообще не похожи. Ну вот, от слова совсем. Но у меня есть только серия опал. И нет, они не похожи. Поэтому не могу сказать. Пожалуйста, каким цветом вы сейчас покрываете ногти? Номер гель-лака. Номер гель-лака 150... 135. 153. 135-й. Не знаю, попробуйте, зайдите в какой-нибудь магазин, где продается наша продукция, попросите открыть флакон, посмотрите, подходят они вам или не подходят. Без понятия. Ну, понимаете, это как это? Извечные споры, мне кажется. Не знаю, я не могу сравнить с Гратолом, которым я не пользуюсь. Вот у меня есть серия опал для меня. То, что у меня клиентам они понравились. Хотя у нас есть очень... Ну, тоже есть какие-то такие цвета очень, которые у нас очень давно в наличии. Они, наверное, тоже чем-то похожи на Гратол, да? Например, ДВ-52, ДВ-53, которые офигенно блестят. Как неприятно вас слушать. Не слушайте меня, у вас есть замечательная кнопка подписаться. Хотите? Отпишитесь. Мне так нравится. Вы пришли ко мне, рассказывайте, что я вам не нравлюсь. Вы пришли ко мне в дом. Я не сказала ничего плохого. Вы хотите, чтобы вам попку вылизывали. Но если вы... Ой, блин, я сама все-таки возюкалась. Это вы хотите, простите, чтобы... Что? Чтобы я попу вам вылизывала. Сорян, не будет. Да, вот вы эти с эфиры не слушайте. Я вам что, золотая монетка или 100 евро? Ставь. Все же очень просто. Привет, мой хороший. Видишь? Ну, потому что, знаете, это из-за разряда. У меня продукция. Мне тут, знаете, периодически вы должны... А, выложить на блюдечке с золотой каемочкой, да, еще попилить за человека. Знаете, ну, серьезно, у меня очень много... Сейчас мы сушим. Сейчас подвину телефон вам более. Да это, знаете, есть и песня, господи, как она. Сейчас я вам ее даже включу. Это эстэ, называется письмо про хейтеров. Я вот, честно, я прям в эту песню влюбилась. Сейчас. Эстэ, да. Фит, Мари, какая-то там. Крамбри. Да, Крамбри. Из-за разряда и у меня будет твой альбом стоять на видном месте, но при этом я буду рассказывать, что это говно. Но, как это... Сорянушка, я не золотая монетка, не должна всем нравиться. Как бы, и вообще мне глубоко, 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 глубоко все фиолетово. Нравлюсь я кому-то или не нравлюсь? Потому что, с мыслями о том, что нравится всем, я уже давно, знаете, разобралась со своими детскими травмами, что меня никто не любит. И вам того же желаю. Вот, мне поверьте, в Директ приходят перец и цитон смешать. Это как дегидратор, да, да, только для очень влажных ногтей. Вот, я могу не нравиться как человек. Не нравлюсь, но можно на мои эфиры не приходить. Или серии, да, как это, да, да, материалы у вас говно, пластины у вас говно, все у вас говно, но мы будем тусить у вас на странице и ждать новых материалов. В смысле, зачем? Облепиховые ногти хорошие тоже. Это у меня, а, вот, это облепихи. Нет, вот облепих, наверное, эти. Да. Да. Оранжевые. Цвет облепихи, слушайте, точные. Нет, это 135-й, 0-3-й, он другой подтенок. С этими красными, конечно. Где нас в долговке найти вашу продукцию? Девчонки, не поленитесь, залезьте в какое-то там место. 146-й или 143-й место. Мы, кажется, уже выучили, да? Какое место? ты что часто спрашиваешь? Очень. У нас на сайте написано. На сайте, девчонки, правда, не поленитесь, зайдите на сайт. У нас появился официально, ну, то есть, клиент, у которого магазин на Дубровке. мы на сайт его вывесили. Появились на Дубровке, они на сайте, у нас есть торговые, где они находятся. Вытяжка? Я довольна вытяжкой. Если вы готовы потратить, там, сколько, 18 тысяч рублей, то купите, будете довольны. Спасибо, Стел. Как у вас там погода? Приеду к вам летом, когда медуза уйдут. Вот он, есть такая, знаете, сразу. лампа сколько стоит? 6,5 тысяч рублей. Одна и 7,5 тысяч рублей, другая. Оставь. Откажите, вашу лампу изнутри. Какой? Две. У меня есть две. Одну я могу вам сейчас изнутри показать, а вторую нет, потому что у меня на столе нет. Вот это наша старая лампа. Вот она вот такая, за 7500, которая. Дошь. У нас нет, дождя не стекла, у нас просто с ранней улицы. Когда приеду в августе, наверное, когда медузы уходят в августе, вот я в августе и приеду. Видишь, картавый. Здесь разница между вытяжками Федотова и Веракса. Веракса. Если вы про Веракса, то они принципиально разные. Ну, я имею в виду пылесос. Если по цене, ну, я много раз об этом говорила и скажу об этом. То есть, тут вопрос цены, да, мне удобно, мне прикольно, то, что я не, как это сказать, не таскаю пылесос вверх-вниз, мне удобно, да, удобно стало, честно. Но разница между пылесосом, за сколько он там стоит? тысяч четыре, наверное, да? Четыре, я не помню, я давно покупала, за четыре пятьсот я покупала пылесос. Сколько светодиодов у вас? Диода по дву ватт. Диода по дву ватт. Диода по дву ватт, да. Какашка какая-то попала. изображение высокого силы у вас почему-то. Сейчас, потому что я двигаюсь на моих руках. Ставь. Да, цвет лаймовый, только я все-таки рекомендую в два слоя наносить. Вот. Ну, там не он, естественно, он светится. Он же на него не замешан. Скажите, пожалуйста, какой сейчас номер вы наносите? Лаймовый, это 134. Это наши новиночки. Мне стыдно. Как можно жить в Израиле и не сходить на море? Вы вообще для меня люди, живущие на море и не ходящие на море, странные. Как это? Мне кажется, я готова переехать в Израиль только из-за того, что там есть море. Все, это единственная причина, по которой готова переехать. Это море. то есть это единственное, что меня заставило репатриироваться. Мысль о том, что когда-нибудь в этой жизни я смогу переехать, жить на море. В магазине сейчас есть неоны? Да, конечно. Кстати, да, зима, это отличное время покупать неоны. Да, в нашем магазине есть, да даже в Paris до сих пор заказывают неоны. Вообще, самое время покупать неоны. а где живете в Израиле? Я живу в Москве. Я не живу в Израиле. Пока что. Может быть, когда-нибудь я перееду. Но пока мне и в Москве неплохо живется. О, вытяжку накрыть, чтобы фокус мог. Да, кстати, спасибо за отличную идею. Сейчас мы вот так правда сделаем. Да, неоны летом не найти. Слушайте, вы для меня странные люди. Ну, я не знаю, для меня море это... Может быть, потому что я в Москве живу и у нас нет моря тут в Москве. Мне кажется, если бы в Москве было бы море, я бы никогда бы из Москвы вообще даже не думала бы уезжать. то есть это... Я настолько люблю Москву, но отсутствие воды, ну, в смысле моря именно, да, меня очень расстраивает. А еще я познакомилась с таким замечательным новым другом, как океан. И теперь я даже не уверена, что я хочу жить на море. возможно, я все-таки хочу жить на океане и видеть всю эту прекраснейшую красоту, которая есть на океане. Короче, жизнь штука длинная, никогда не знаешь, где ты окажешься. мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому кто знает, может быть, когда-нибудь это будет Бали, как вариант развития событий. Мама решила мне позвонить. Мама всегда знает, когда не вовремя позвонить. У нее талант. У мамы прям талант, талант. Ставь. Не, я хочу в ярких красках жить. Знаете, наверное, в чем суть, что я хочу очень жить и в ярких красках. И меня очень печалит. наличие печальных красок. Скучаешь по снегу? Нет, по снегу я вообще не скучаю. Сотя, господи. Ой, промахнулась. Вы израильный пляж очень грязный. Вода тоже, особенно в этом году. Да? Мы были с детьми несколько раз и прям с пакетами, синоретами, косточками плавали. Хорошо, дети, и грицы, собственно. Слушайте, я не знаю, где, сколько я была, вода очень чистая, но очень большие волны. Это вот, наверное, единственный такой минус, потому что я волны не очень люблю, и вот это вот постоянно обратное течение, это прям печалит. как вариант можно иметь в Москве на море есть. У меня нет, конечно, дома с бассейном. Что, на дом клеем? Куда? На какой среде? Сюда? Ну, мы, ну, ты поняла. Мы перевозим Сальвадор и дали. Хорошо. Сусиком. Я поняла, что Сусик. Сусиком. А там есть другой? Нет. Там один с Сальвадор. Там вообще один был с Сусиком. Нет, дом, кстати, в Москве я не хочу. Кстати, до удивления, дом в Москве мне вообще не улыбается. Это прям, знаете, такая анти... Какая-то... Анти-капиталовложение. Какая-то... Очень жесткий балласт. Это абстракт. Херню какую-то рисуем. Ставь. Я-я-я-й-о. А-а-а-я-я-я-о. Чуть, мне кисть умирает. Чуть, давно она у меня сохлась. Попробуйте отдалить. Слушайте, я могу вам вот так вот сделать. ай-я-я-ё, ай-я-я-й-о. Ай-я-я-я-е-о. Почему она полюбила меня? Ай-я-я-я-я-ъ. Я просто цвета добавляю, которые мне хочется. Почему она полюбила меня. И рисую кружочек, линию. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у клиентки контактный дерматит, можно ли использовать машину? Можно попробовать. Но вы же понимаете, да, что у человека контактный дерматит. Она может среагировать, может нет. Ну, то есть вам на 100% ни один производитель не скажет, что база будет гипоаллергенная. Ну, не верьте, пожалуйста, какие-то мифические чудеса. Их нету. Женя, к вчерашнему вопросу по подборке по понтону. Все новинки соответствуют? Правильно поняла? У нас какого по какой номер? Новинки с какого по какой номер? Со 130 по 140 и DB23 и DB34. Это новинки. Стоимость цветников 450 рублей. Кстати, вчера с закупщиком в Paris Nell обсуждали, что типа, вот так, если я разобраться, то у меня большой объем и средняя цена. А у кого-то низкая цена, ну, маленький объем. И в итоге стоим-то мы все одинаково. Так что... Так, где усы, усы, усы? Усы. Спасибо. Продолжение следует... 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 вот можно лампу показать какая у меня одна лампа вот такая точнее их у меня две таких вот сейчас у меня вот в работе стоят им уже много лет тут понимаете ему очень уже много лет сколько там вот два точно яйца стоят у нас в классе за ними тина может на сайте посмотреть ну потому что меняете есть зачем в детстве были хулиганка или хорош девочка я похожа на девочку хорошая лампа 6 500 и 7 500 я похожа на девочку которая была хорошей девочкой похоже на человек который был хорошим ребенком мне кажется нет в общем вот такой вот у нас альвадорчик учился на вот микрометр как вы успеваете все и работаете в залах дочерку вас есть потом помощница конечно у меня есть потом поможет как я успеваю валить какие смешные получили за мышечки не я не но в смысле мы можем вам поменять я честно вам сказать выкидываю лампу и покупаю новую тогда я на себе а поставь дай мне тот я туда телефон поставлю и поотвечаю но честно я дерзкая да я дерзкая не не вот прямо напротив мне поставь держал возможно вы воспринимаете меня детстве нет я не была послушным ребенком у меня было на все всегда свое мнение микрометра я вам по сделаю это будет вам стимул зайти ко мне и почитать мой пост вот до поставить него лайк и прокомментировать его а главное только прокомментирует в общем по поводу я честно скажу если вы и вас шумные беспокойные любознательный ребенок про лампа сердечком да все она отработал уже 300 раз свои деньги возьмите новую лампу ну серьезность что вы пытаетесь лошадь сдохла между меня эти лошадь это рабочие лошадки три года лампа отработала приписать три года у вас лампа отработала все выкиньте идите за новый три года тряпочками не подскажете укреплять их что с ними делать ну серьезно их укреплять микрометр не знаю для чего вот для чего циркуль циркуль для того чтобы измерять длину демо циркуль смотрите вы когда пытаетесь формы ставите вам нужно отмерить например ложа для того чтобы она была у всех одинаково вот вы взяли себе таки отмерили и начинаете потом это просто подставлять каждому ногтю купила уже она клёвая было да было клевенькая но ничто не стоит на месте оборудование тоже меняется мы делаем что-то посимпатичнее что-то покрасивее что-то еще наклевая было как укреплять ногти сушки я сейчас задам вам вопрос а вам на курсе на курсах об этом должны были рассказывать уходи ты спасибо можно полигели можно базы можно чем угодно создать я на себе переключу сейчас поставлю куда-нибудь вот я себе свет включу простите я вас повешу чтобы не было удобно много всяких приспособлений спасибо полигели можно да можно укрепить полигели архитектуры правильная первую очередь это архитектура архитектура я буду об этом много 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 раз говорить и повторять говорить что ничего не делать отращивать свои что хочет ваш клиент вот главный вопрос который вам нужно задать клиента чего хочет здесь и сейчас мало ли кто чего говорит что клиента хочет вы делаете то что хочет клиент поэтому как бы все зависит мне кажется все таки в первую очередь от этого ухты ты 9 топс тускнеть после снять и как быть еще раз он стал подождите ему дайте остыть у меня любимая база одна это на моего рубер база все вот у меня одна любимая остальное для меня базы ну они нормальные здорово и на работу иногда и лишь бы не навредить почему вы полигелем должны навредить вашему клиенту нет логики это доехать из пункта а пункт б можете на велосипеде на роликах на машине на самолете теплоходом чем еще придумайте сами вы все равно окажетесь в пункте б ну правда поэтому вопрос что хочет ваш клиент и вы должны использовать то что приведет вас просто точке б быстрее а вы хотите вот так поветлять зачем топ с липким большой бутылки ночь я подумаю хорошо астрономитирую просто супер вот отлично на диск как вообще расслабляйтесь от работы не расслабить знаете чтобы расслабляться от работы на ней надо напрягаться я не напрягаюсь на работе как я расслабляюсь на работе я ничего не делать а я начинаю расслабляться да нет я не хожу на диск и естественно встречаюсь подружками друзьями на всякие дни рождения но в основном там не надоедем с кем-то совместно по отпускам общаемся по телефону ну я не могу сказать что хожу на диск и мне не прикольно я в десять вечера хочу спать я как пенсия после третьего покрытия они еще четыре становятся петухи сумме или не пытаться слушайте вы спиливаете торсальный слой ногтя но серьезно если вы их снимаете все время до конца естественно вы их истончаете не становится у вас еще слабее не спиливайте базу там либо полигель до конца укрепляйте только отрушу часть дети новое покрытие только на трошу часть и бикс попробуйте витаминки попейте омегу вот отлично поэтому делал не в материале нет я люблю я обожаю свой материал его делала для себя но это не значит что другие плохие них тоже прекрасные каждый по-своему и правда серьезно любым материалом можно работать абсолютно любые если вы знаете как поэтому я нежно люблю всех своих конкурентов нежной любовью я об этом много-много мне могут какие-то личности не нравятся но конкурентов я люблю вот поэтому как-то так ладно про что а про в общем если возле этих хулигана радуйтесь и только троечники становятся богатыми правда никому в этом не рассказывать но большинстве своем у нас классе все троечники чего-то добились а пятерочники работают утруешь не прям вижу зеленис дубовый суши светами тоже нормально можно работать согласись нормальными можно работать если у тебя не будет выбора мы прекрасно смоделируем шикарные ногти и этим как это нормально мы всем смоделируем вспоминая какой-нибудь 2005 когда не было ни хрена и дубовый акрил и которые стыли на кисточках и опиливали мы их не машинками и опилками и поэтому научились выкладывать так чтобы не пилить потому что там пока пильнешь посидеешь поэтому все хорошо мне кажется нас уже вообще ничем не пронять есть ногти свои или креплен полигелем пропустил начала первые ногти вообще сделаны на верхней формами ольга лича укусила видите вот покушала на меня куда-то туда я взяла верхнюю форму в руки и сделала достаточно приличные доктики между прочим я вам хочу сказать это к вопросу о том что если вы умеете что-то делать вам не важно чего в руки далее все равно это нормально сделаете 30 грамм 1400 рублей по продажам на сайт по продажам девчонкам я не занимаюсь продажами я как это идейный вдохновитель короче я отвечаю за совсем не совсем другие вещи и день ничего им как это к продажам имею очень-очень-очень упосредованное отношение ладно сливадор дали вам показала новый цветничок вам показала какие прекрасные ногти с моделировал я вам тоже показал а сегодня мы поставили кстати мы еще не поставили дата в нижний новгород так что можете мучить уже екатерину плаксину на тему записи что будет у вас будут новые извращенный курс нижний так что они будут прикольные в этом совместим аппаратку либо с укреплением полигеля либо со стемпингом на какой секунде поджимать ваш полигель я поджимаем 10 пожалуйста все пишем Продолжение следует...